В актовом зале Волгоградского государственного социально-педагогического университета прошел литературно-музыкальный вечер «Времена года», посвященный памяти Петра Ильича Чайковского. Он собрал студентов, преподавателей и всех интересующихся творчеством великого русского композитора. Вечер был организован Центром духовно-нравственного воспитания имени равноапостольных Кирилла и Мефодия и ипархиальным учреждением детско-юношеского центра православной культуры в честь иконы Божьей Матери Умиления. Поддержку начинанию оказали факультет социальной и коррекционной педагогики Волгоградского университета и отдел молодежного служения Калачевской епархии. Во время концерта также прошла выставка творческих работ воспитанников православного центра Умиления. В программе литературно-музыкального вечера прозвучали самые разнообразные произведения в исполнении преподавателей и учащихся Центра Умиления. Полонез из оперы Петра Чайковского, Евгений Онегин, Девицы-красавицы и дуэт Ольги и Татьяны из того же произведения. Песня «Бабушка и внучек», «Осенняя песнь» и многие другие. Темой концерта, объединившей все номера и связывающей их невидимой нитью, стала тема любви к родине и православной вере, о которой так много говорил и писал сам Петр Ильич Чайковский. Этой теме были посвящены музыкальные композиции хора Умиления. В праздничном выступлении приняли участие и самые юные воспитанницы классической гимназии, ученицы первого класса. В нежных воздушных платьях они исполнили танец «Подснежник», а юная солистка хора, которая к тому же является призером первенства города Волжского по художественной гимнастике 2013 года, София Чернова приготовила художественную миниатюру «Декабрь». Под заключительную песню хора «Будем жить» все участники концерта вышли к сцене и поблагодарили зрителей. Ответную благодарность высказали сотрудники вуза, проректор по учебной работе Юрий Жадаев и Светлана Ярикова. Выступил и профессор, священник Александр Половинкин. Он подарил ребятам книгу редкого издания Бориса Кузык «Святая Русь. Время собирать камни» и пожелал дальнейшего процветания всему Центру Умиления. Спасибо. Спасибо. Спасибо.